Поведение человека в обществе Мои обязанности любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина, соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. За тюремную решетку никто не стремится, но тысячи подростков попадают в воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры. Почему такое происходит? Основными причинами совершения правонарушений несовершеннолетними являются внутренние причины. Это индивидуальные свойства, возрастные, психологические и иные особенности личности правонарушителя в условиях его неблагоприятного воспитания. И внешние причины. Это обстоятельства непосредственной ситуации, в которой было совершено правонарушение. Одна из задач общества – предупредить об опасностях в игре с законом. Закон – это нормативный акт, документ, принятый высшим органом государственной власти в установленном конституционном порядке. За несоблюдение закона и совершение правонарушений любой гражданин, в том числе и несовершеннолетний, может привлекаться к юридической ответственности. Несовершеннолетними считаются дети, не достигшие 18 лет, но им уже исполнилось 14. Дети, не достигшие 14-летнего возраста, являются, согласно законодательству Российской Федерации, малолетними. И до этого возраста ответственность за их проступки несут родители или законные представители, опекуны, приемные родители. Существует четыре вида юридической ответственности при нарушениях – административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и уголовная. Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушениям относятся появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Распитие спиртных напитков в общественных местах, совершение мелкого хулиганства, нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности и другие. За административные правонарушения к ответственности привлекаются граждане Российской Федерации с 16 лет и предусмотрены следующие виды административной ответственности – штраф, предупреждение, исправительные работы. Ответственность за административные правонарушения, совершенные подростками в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители – опекуны, попечители. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и достоинству, предусмотрено имущественное, как правило, денежное возмещение вреда пострадавшему лицу. В соответствии с положениями статьи 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен его родителями или попечителям. В гражданской ответственности физическое лицо привлекается по решению суда. Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение поведения в образовательном учреждении. Наказание состоит от объявления замечания до исключения из образовательного учреждения. Также дисциплинарная ответственность может применяться, если несовершеннолетняя работает по трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины, опоздание, невыполнение своих обязанностей и т.д. Существуют три формы дисциплинарной ответственности – замечание, выговор и увольнение. Однако, если причинен вред имуществу работодателя, может наступить материальная ответственность в форме возмещения ущерба. Уголовная ответственность – это самый строгий вид ответственности. Она наступает за совершение преступлений, т.е. наиболее опасных правонарушений. Уголовная ответственность наступает по общему правилу с 16 лет, но за некоторые деяния с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, в том числе в драке, кражу, грабеж, вымогательство. Ложные сообщения об акте терроризма, угон транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах и другие. Совершение преступления в составе группы, т.е. несколькими людьми, является отягчающим обстоятельством и влечет более строгое наказание. Подростки, совершающие правонарушения, за которые они по возрасту не могут нести ответственность по уголовному закону, А также подростки, которых в обычных школах невозможно перевоспитать, направляются в специальные учебные заведения закрытого типа, где к ним применяют меры принудительного воспитательного характера. Видами наказания, назначаемых несовершеннолетним, являются Штраф. Он назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, так и при их отсутствии. По решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей. Обязательные работы. Они назначаются на срок от 40 до 160 часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Исправительные работы. Назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 1 года. Ограничение свободы. Назначаются несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. Лишение свободы на определенный срок. Назначаются несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление в возрасте до 16 лет на срок не свыше 6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным осужденным несовершеннолетним, наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. Несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой или средней тяжести, могут быть назначены принудительные меры воспитательного воздействия. Передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного государственного органа. Возложение обязанностей загладит причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, а также может быть назначен одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия устанавливается продолжительностью от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней тяжести. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия, эта мера отменяется и несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности. Уголовное наказание выполняет не только функцию кары, но имеет и воспитательное значение. Назначая уголовное наказание, суд исходит из того, что несовершеннолетний правонарушитель осознает противоправность своего поступка и сделает из случившегося соответствующие выводы на будущее. С рождения ребенок имеет права на имя и гражданство. На заботу и воспитание родителями или лицами их заменяющими, жить и воспитываться в семье. На всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. Выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. На защиту своих прав и законных интересов родителями, лицами их заменяющими и органами опеки и попечительства, прокурором и судом. Иметь на право собственности имущество, полученное в дар или в наследство, а также приобретенное на средство ребенка. На самостоятельное обращение в органы опеки и попечительства за защиту своих прав. Ребенок имеет обязанности слушаться родителей и лиц их заменяющих, принимать их заботу и воспитание за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения или эксплуатации. Соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. С 14 лет добавляются права получить паспорт гражданина Российской Федерации. Самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав. Требовать отмены усыновления. Давать согласие на изменение своего гражданства. Работать в свободное от учебы время, например, во время каникул, с согласием одного из родителей, не более 4 часов в день, с определенными трудовым законодательством Российской Федерации и льготами. Самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, иными доходами. Самостоятельно осуществлять право автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или другого результата своей интеллектуальной деятельности. Управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться вождению мотоцикла. Участвовать в молодежном общественном объединении. Добавляются обязанности. Выполнять трудовые поручения в соответствии с условиями контракта, правилами трудового распорядка и трудовым законодательством. Соблюдать устав учебного заведения и правила молодежного общественного объединения. Ответственность. Исключение из учебного заведения за совершение правонарушений, в том числе за грубые и неоднократные нарушения устава учебного заведения. Самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам, возмещении причиненного вреда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. С 16 лет добавляются права вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного самоуправления Работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации Управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля Быть признанным полностью дееспособным, получить все права 18-летнего по решению органа опеки и попечительства с согласия родителей или суда В случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия родителей Подросток несет ответственность за административные правонарушения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации За совершение всех видов преступлений С 17 лет добавляется обязанность встать на воинский учет, пройти комиссию и получить приписное свидетельство В 18 лет человек становится полностью дееспособным, то есть может иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную ответственность Помните, чем больше ты знаешь о своих правах и обязанностях, тем меньше будет вероятность твоего попадания в сложную жизненную ситуацию Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...